Бе-200 летающая лодка из Таганрога, младший брат Альбатроса. В середине 80-х годов в Огбериево работали над самой большой в мире реактивной противолодочной амфибии А-40 Альбатрос, изделие В. Рассматривалась возможность создания конверсионной версии для пассажирских перевозок, борьбы с лесными пожарами, патрулирования прибрежной зоны, а также промысловой и ледовой разведки. Однако впечатляющие размеры и взлетная масса Альбатроса в 55 тонн не позволяли его эффективно эксплуатировать в гражданском секторе, рыночных перспектив у машины не было. Так появился проект младшего брата Альбатроса, получившего имя А-100, не путать с самолетом Дрла А-100 премьер на базе Ил-76МД-90А, который также разрабатывается в Таганроге. В планах у А-100 был взлетный вес в 21-22 тонны перспективные турбовинтовые двигатели ТВ-117С, каждый из которых развивал по 2500 ЛС. Также у свежего на тот момент самолеты Ил-114 заимствовали шестилопасные винты СВ-34, отличающиеся низким уровнем шумности. Собственно, и сам А-100 во многом базировался на узлах и агрегатах Ил-114. На этапе проработки и компоновки самолета оказалось, что будущая амфибия очень походила по тактико-техническим параметрам на заслуженного старичка-пожарника. Канаде СЕЛ-215. Сейчас это модернизированный. Бомбаде СЕЛ-415. А это ставило вопрос о целесообразности создания новинки. С другой стороны, если бы А-100 в конце 80-х годов довели до логического конца, сейчас бы у России в строю был самолет, создающий реальную конкуренцию. СЕЛ-415. Эта машина в настоящее время безраздельно царствует в своем сегменте и на горизонте не предвидится ни замены, ни достойного конкурента. В итоге главным конструктором ОКП Алексеем Кирилловичем Константиновым было принято решение об увеличении взлетной массы новой машины до 40 тонн и установке водяных баков на 13 тонн. Основные заказчики Амфибия, Министерство гражданской авиации, Министерство авиационной промышленности и Государственный комитет по лесу, идею одобрили. Новая Амфибия разрабатывалась уже под шифром А-200, который впоследствии трансформировался в знакомый Био-200. Эстафету по разработке летающей лодки в 1990 году из руки Константинова принял новый главный конструктор танк Геннадий Сергеевич Панатов. Именно он принял важное решение о постройке первого натурного образца крылатой машины. Совет министров СССР 9 декабря 1990 года постановил в 1991-1995 годах собрать четыре опытные машины, два для статических испытаний и две для летных, с запорожскими ТРДД-436Т, а в 1996 году поставить самолет в серийное производство на площадке Иркутского авиационного производственного объединения ИАПО. Чуть позже уже Российская Федерация была заинтересована в многоцелевой амфибии, и 17 июля 1992 года постановлением правительства подтвердило планы Совета министров Бомба ДСЕЛ-415 прямой конкурент перспективного проекта А-100. Главный конструктор Алексей Кириллович Константинов, идейный вдохновитель Био-200. Геннадий Сергеевич Панатов, человек, который воплотил Био-200 в металле. Самое интересное, что уже в 1991 году для разработки Био-200 был создан международный консорциум под наименованием ЗАО «Бета ИР», что расшифровывалось как «Бериев Таганрог Иркутск». Завод в Иркутске имел долю в 35%, КБ имени Г.М. «Бериева» 20%, швейцарская финансовая группа «Элта Трейд Финансэсэй» 20%, компания «Проминвест» из Украины 5% и «Таганрогский авиазавод» 25%. Генеральным директором ЗАО в 1992 году стал Виктор Анатольевич Кубзев, который позже станет генеральным конструктором танк имени Г.М. «Бериева». Во многом создание такой коллаборации было вынуждено и меры денег не было, все с надеждой смотрели на Запад. Напрямую вводить зарубежных инвесторов на оборонное предприятие было нельзя. Важное значение имело работу со специалистами ЦАГИ, которые помогли создать фюзеляж с достаточно низким для своего класса лобовым сопротивлением. Био-200 также выгодно отличается взлетно-посадочными характеристиками машины способной работать на ВПП длиной в 1800 метров. Разработка машины в России шла в соответствии с нормами летной годности. Фа-25, Био-200 был здесь одним из первых, что позволяло сертифицировать самолет по нормам американского и европейского авиационных регистров. Уже тогда все понимали, что для выпуска в серию столь специфического Био-200 необходим выход на международный рынок внутреннего потребления будет недостаточно. Био-200 готовится к полету. Летающая лодка Био-200 вобрала в себя множество инноваций как отечественного, так и мирового уровня гидросамолетостроения. Планер самолета в части носовых и хвостовых отсеков крыла, рулей, элеронов, закрылков, интерцепторов, хвостовых отсеков келя и стабилизаторов, гидрощитков, поплавков получил композиционное исполнение. Во многом это была мера борьбы с коррозией основным врагом гидроавиации. В основном же фюзеляж изготовлен из антикоррозионных алюминиеволитиевых сплавов. Дополнительные узлы элемента конструкции амфибии проходят антикоррозионную обработку и покрытие. Под полом кабины разместили 8 огромных баков для воды, что было уникальным на тот момент решением. Также впервые для отечественных амфибий кабина была выполнена герметично и это обеспечило возможность полета на высотах до 12 тысяч метров. Лодка-фюзеляж Био-200 впервые в мировой практике получила два редана. За разработку моторов для Био-200 отвечало украинское конструкторское бюро «Прогресс», а ЗАО «Мотор Сич» был ответственен за производство и сборку. В итоге получился морской вариант газотурбинного трихвального турбовентиляторного Д-436 с взлетной тягой в 7500 кгс, к которому добавили индекс ТП и улучшили антикоррозионные свойства узлов в конструкции. Мотор был готов только к 1995 году, а на Био-200 встал вообще в 1998 году. Сертификат типа от Межгосударственного авиационного комитета Д-436 ТП получил в 2000 году, а по шуму в 2003 году. Двигатель также получил одобрение Европейского агентства по авиационной безопасности, что во многом и обеспечило выход самолета на международный рынок. Д-436 ТП устанавливается на коротких пилонах над корневой частью крыла самолета, что и формирует характерный узнаваемый профиль Био-200. Украинский мотор серии Д-436. Для машин семейства Берива впервые на Био-200 была применена трехканальная электродистанционная система управления ИТСУ-200, которую создали в Москве, в НПО «Авионика». Примечательно, что в кабине экипажа отказались от штурвалов и оснастили современными на то время ручками управления от истребителя Су-27. Последним писком технологий на начало 90-х годов был пилотажно-навигационный комплекс Ариа-200, который стал продуктом совместной работы российских КБ и штатовской. Комплекс базировался на процессоре Intel 486, вся информация для пилотов выводилась на жидкокристаллические дисплеи, а открытая архитектура позволяла гибко настраивать технику под заказчика. Ариа-200 обеспечила экипажу всего из двух человек возможность не только управлять машиной, но и позволила автоматизировать перелет от точки базирования к очагу пожара. Кабина экипажа современного БИО-200ЧС Машина в противопожарном варианте могла взять на борт сразу 12 тонн воды из открытого водоема всего за 14 секунд. По требованиям конструкции самолет для забора воды должен глиссировать по водной поверхности на скоростях 0,90,95 от взлетной скорости. Именно в этом случае нагрузки на фюзеляж лодку будут минимальными. При этом уменьшение скорости глиссирования до 0,6-0,85 от взлетной грозит катастрофой от разрушения планера. Если представить, что лесной пожар вспыхнул в 10 километрах от подходящего для БИО-200 водоема, то пожарная амфибия на одной заправке способна будет сбросить 320 тонн воды на огонь. Испытания будущей системы забора воды для БИО-200 проводили на летающей лаборатории БИО-12П-200. Транспортный вариант реактивной амфибии за счет большого грузового люка, 2050Х1760ММ, способен быстро выгружать-загружать стандартные контейнеры и грузы на поддонах. Также предусматривался пассажирский вариант БИО-200 на 64 человека и санитарный на 40 раненых на носилках. Первый экземпляр БИО-200 под заводским номер 768200002 в варианте для тушения пожаров был заложен в Иркутске в 1992 году, а спустя три года планировалось приступить к летным испытаниям амфибии, но хронический недостаток финансирования отодвинул эти оптимистические сроки. Продолжение следует По материалам Якубович Н. Все самолеты ГМ Бериева Валуев Н. След в небе История Иркутского авиационного завода от Антонова до Яковлева Заболоцкий А. Н. Сальников А. И. 75 лет танки Г. М. Бериева